Глава 7. Нисхождение и Вознесение Христа. Среда, 12 декабря 1917 года. Вы не должны думать, будто мы находимся где-то далеко от вас. Мы совсем рядом. Вам кажется, что поблизости может находиться только Катлин, потому что она общается непосредственно с вами. А раз мы диктуем вам через нее, то и быть мы должны неизмеримо дальше. Но это не так. Коль скоро мы изыскали возможность не сходить к вам в земную сферу, перестраивая свой организм, то уж приблизиться к вам нам не составляет никакого труда. В вашей сфере, как и в других, более высоких, тоже встречаются различные состояния сознания. Например, нам было бы очень сложно, или даже вовсе невозможно, приблизиться к человеку, едва возвышающемуся по уровню своего духовного развития над животным. Но тем, кто сам ищет сближения с нами, мы готовы протянуть руку и встретить их в наивысшей точке, которую они в состоянии достичь. Точно так же обстоит дело и с вами. Надеемся, друг, это хоть немного успокоит ваш разум. Вы правы, я действительно думал так, как вы сказали. Позволено ли мне будет задать вам несколько вопросов? Разумеется, друг, но вы, кажется, слишком торопитесь в погоне за знанием. Задайте пока один вопрос, а потом, если будет время, мы попробуем ответить и на остальные. Благодарю вас. Я хотел спросить о нисхождении Христа. Когда он спускался вниз из дома своего, чтобы родиться на плоти, ему, видимо, тоже приходилось приспосабливаться к различным сферам по мере их прохождения, пока он не достиг сферы земли. А поскольку его возвышенный мир находится далеко от земли, то и нисхождение это, по всей вероятности, было очень долгим, не так ли? Насколько нам известно, друг, Христос присутствовал в земной сфере до того, как она приобрела форму, то есть когда она была еще нематериальна. Когда же появилась материя, он стал духом-наставником, через посредство которого отец придавал упорядоченный вид материальной вселенной, в вашем понимании этого термина. Но хотя Христос никуда не уходил, сам он остался бесформенным, то есть принял не материальную форму, но духовную, тогда как вселенная стремилась ко внешнему проявлению, то есть к материализации. Таким образом, Христос стоял за всеми феноменами, и длившийся веками процесс преобразования материального хаоса в космос проходил через него. Подобное было бы невозможным, если бы не некая динамическая сущность, не подвластная хаосу, и воздействующая на него извне, сверху вниз. Ибо порядок не может сам по себе возникнуть из беспорядка. Для этого необходимо добавить некий действующий ингредиент. Именно взаимодействие сферы Христа с хаосом позволило хаосу перестроиться в космос. Хаос был материей в потенциальном состоянии, а космос – материя реализованная. Но реализованная материя представляет собой результат действия динамической энергии, которая, столкнувшись с инертностью, породила движение. Воля, переходя из потенциального состояния в активное, становится движением. Свойства которого зависят от качеств этой воли, породившей его. Именно так Творец всего, действуя через Христа, в результате непрестанных многовековых усилий, создал космос. Если вам стала хотя бы немного понятна наша мысль, вы сами сможете догадаться, что Христос присутствовал в материальной вселенной с самого начала. И коль скоро это так, то и в земной сфере он был уже тогда, когда она постепенно приобретала материальность и форму, пока сама не стала в конце концов проводником воли и продолжателем многовековых трудов, создавших ее самое. Это выразилось в том, что Земля приобщилась к процессу творения и нашла для себя собственные формы проявления. На Земле сперва возникли минеральная, а затем растительная и животная форма жизни. Догадывайтесь, друг, какой из всего этого следует вывод? Это значит, что Земля и весь материальный космос – ничто иное, как тело Христа. Того самого Христа, который снизошел на Землю? Христос един со Своим Отцом, и коль скоро это так, то Он является Личностью Отца. Иисус из Назарета был проявлением мысли Отца, воплощенной в виде Христа ради спасения Земли. Размыслите над этим немного, потому что я вижу, что разум ваш никак не может успокоиться. На других планетах вашей системы живут существа, не похожие на людей. На планетах других систем тоже живут существа, не похожие на людей. Но и в других созвездиях есть те, кто осознанно связан с Богом и Его Христом, и может общаться со своим Творцом, как это делают люди. Форма этих существ отлична от человеческой, и способ передачи мысли – у вас он называется речью – у них тоже иной. Но Творец и Его Христос означают для них то же самое, что и для вас. Им также необходимо, чтобы их Христос являлся к ним время от времени. Только приходит он к ним уже в другой форме, которую они сами для себя создали. Ведь если бы он явился к ним, как Иисус из Назарета, в человеческом облике, этот визит оказался бы для них скорее пугающим, нежели полезным. К ним он не сходит в той форме, которая для них привычна, используя их методы общения и особенности мышления. Этот факт очевиден для всех, за исключением тех, кто искренне полагая, что уже избавился от геоцентрического мировосприятия в материалистической его трактовке, на деле просто обернул его, как мумию, несколькими слоями духовности. Такие люди вряд ли способны заглянуть за пределы своего маленького мира и понять, что помимо нашей маленькой земли, есть и другие миры, не менее важные для Творца. Таким образом, мы можем сказать вам, что Христос, пришедший в Галилею, был только земным выражением Вселенского Христа и в то же время настоящим Христом. А теперь нам пора закругляться, хотя мы не рассказали вам и десятой части того, что вам следовало бы знать о гармоничной и ритмичной жизни ионов, их рождении, вступлении в брак и сотворении множества солнц, по сей день ласкающих теплом и светом своих не столь великих по размерам детей. Христос таким образом снизошел, или, если хотите, консолидировался вместе с материей, сформировавшейся под воздействием духовной динамики. Он воплотился в минеральной жизни, так как вся материя произошла от него. Он материзовался в каждой розе и лилии, поскольку вся растительная жизнь тоже была его жизнью, и вся ее красота им же была извлечена из материи, эволюционировавшей в направлении разума. Но даже в наивысших своих формах растительная жизнь едва прикоснулась к самым отдаленным рубежам разумной деятельности. Тогда он проявился на земле в виде животной жизни, ибо животные, как и человек, тоже его творение. Но высочайшим проявлением его воли стало человечество. И когда пришло время, он сам перешел из невидимого мира в видимый. Тот, кто сотворил человека, сам стал человеком. Тот, чьими усилиями появился и умножился человеческий род, еще раз направил энергию своей мысли в материальный мир. И мысль его отразилась в нем в виде Иисуса из Назарета. Так тот, кто был помазанником и помощником Творца, в сотворении человека, сам стал сыном человеческим, порождением своего порождения. Вот и все, друг. Пусть остальные ваши вопросы подождут до следующего раза. Бог и его Христос, объединившиеся ради создания человека, сейчас радуются за вас, потому что вы осознали и поможете осознать другим величие и предназначение осуществленной ими миссии – усыновления Христа. Пятница, 14 декабря 1917 года. Мы рассказали вам, друг, о нисхождении Христа в материю, как вы и просили. Но теперь позвольте нам вернуться к своей собственной программе и возобновить наш прежний неоконченный рассказ. На сей раз мы отправимся не вниз в недра материального космоса, а вверх – в возвышенные царства духа, увенчанные духовным совершенством, в те сферы, которые вы называете Домом Отца. Это предел познаний о Вселенной, доступных воображению человека. Далее в то, что вы называете гипотезами о структуре бытия, ваш взгляд проникнуть не в состоянии. Но здесь мы узнали, что дух, каким бы он ни был возвышенным по своей природе, не является всей совокупностью бытия. Как над царством материи растирается дух, так и высоко над духом, на недосягаемых вершинах ярчайшего света и святости, в царстве абсолютной чистоты, к которой мы стремимся в своих мыслях, есть бытие, где присутствует не только дух, но и невообразимо светлая квинтэссенция духа, создающая Вселенную неизмеримо более совершенную, чем наша. Как свет планеты представляет собой всего лишь подблеск излучения центрального Солнца, отраженный ею и слегка окрашенный в соответствии со своими собственными характеристиками, так и материя не светится сама, но освещается духом, также придавая его сиянию новые оттенки, тем самым обогащая и внося разнообразие в световой спектр духовной Вселенной. И как Солнце входит в систему гораздо более крупную, нежели оно само, в данном случае это созвездие, состоящее из множества таких же Солнц, так и дух является лишь частью бытия, величие и масштабы которого превосходят наше понимание. Но даже созвездие, в свою очередь, входит в состав еще более крупного образования. Впрочем, недостаточно с нас аналогий, иначе мы просто заблудимся в этом беспредельном океане фантазии, ограничимся лучше тем, что мы в состоянии себе представить и понять. Последуем же за Христом по Его небесному пути, ибо мы знаем, что Он, будучи Сам вознесенным вершином Духа, призывает всех людей следовать за Ним по небесной дороге, сквозь множество сияющих в славе сфер и миров, к дому, из которого некогда вышел Он Сам, и где Он хотел бы видеть всех нас рядом с Собою. По мере того, как столетия сменяют друг друга, слава Христова становится все ярче, ибо каждый новобранец, вступающий в Его воинство, приносит Собою еще одну искру в Его сияющее царство, свет которого, как нам сказали, могут наблюдать обитатели недосягаемых высот, самого загадочного и возвышенного царства, так же, как вы, обитатели мира материи, видите на ночном небосводе свет далекой звезды. В океане Духа все сферы Христовы собраны в одну большую звезду, которой могут любоваться со стороны только те, кто живет еще выше. Нам это трудно понять, но некоторые пояснения, возможно, смогут нам помочь. С Земли вы не можете видеть Солнечную систему как единое целое, поскольку находитесь внутри нее и являетесь ее частью. Но наблюдателю, находящемуся, скажем, на Арктуре, она будет видна как небольшое пятнышко света, в котором при желании можно разглядеть ваше Солнце, его планеты и их Луны. Точно таким же вам, землянам, представляется Арктур и миллионы других звезд, видимых с Земли. И такими же царства и сферы Христовы представляются обитателям Дальнего Царства. Век от века эта система становится все ярче, так как расы, ее составляющие, все дальше эволюционируют от материального к духовному. Здесь мы говорим обо всем Царстве Духа как о единой звезде. И те, кто может наблюдать эту звезду со стороны, по необходимости, должны находиться на тех высочайших ступенях бытия, которые намного превосходят наше Царство Духа, в великой пустоте неведомого и непостижимого. Те, о ком мы говорим, находятся так далеко, что даже мы, достигшие десятой сферы Духа, едва ли ближе к ним, чем вы, житель Земли. Если составить пропорцию расстояний между нами и вами, и между нами и ними, то первое, в сравнении со вторым, окажется настолько малым, что им вполне можно будет пренебречь. Но ведь и вся совокупность созвездий упорядоченно движется к своей, пусть отдаленной, но несомненной цели. И все сферы Духа медленно, но неуклонно восходят к своей вершине, что позволяет нам с уверенностью предсказать их будущую судьбу. Настанет день, когда Дух приведет всю свою Вселенную к полному совершенству и начнет активную жизнь в новом, еще более сложном мире. Ради этого Христос, отделившись от груди своего Отца, снизошел на землю и кончиком пальца слегка прикоснулся к человечеству. Это прикосновение приобщило человека к жизни Божественной, по сию пору пульсирующий в его душе и побуждающий его стремиться выше, дабы не отстать от обитателей других планет, но вместе с ними двигаться вперед в свете самовластного князя, подобно единой армии Отца под производительством его Сына. Мне непонятна одна мысль. Господь наш сказал о детях. Их есть Царство Небесное. Но из ваших рассказов можно заключить, что по мере взросления мы все больше отдаляемся от Царства, поскольку утрачиваем свою детскость. Да и опыт наш свидетельствует о том же. А это значит, что мы прогрессируем в обратную сторону. Не развиваемся, но напротив, деградируем. И опять же, если наша земная эволюция это только первая часть пути, и наше развитие продолжится в сферах, то значит ли это, что нам предстоит снова впасть в детство? Это было бы нелогично. Не поможете ли вы мне разрешить эту дилемму? Ребенок родится на свет наделенный определенными качествами и способностями. Но во младенчестве они еще не развиты и инертны. Все они присутствуют в нем, но пока спят. По мере того, как разум расширяет свои возможности, эти качества одно за другим пробуждаются и превращаются в исполнители его воли. Благодаря этому человек непрестанно расширяет диапазон собственных действий и в то же время вступает в контакт с новыми, ранее незнакомыми ему силами, которые оказываются в сфере его деятельности. Ибо эта сфера, как мы уже говорили, постепенно расширяется и неизбежно сталкивается со сферами действия новых, неведомых ему прежде сил. Здесь я имею в виду прежде всего творческие силы, консолидирующие, одухотворяющие и ведущие к познанию Бога. И от того, как человек использует эти дополнительные средства, умножающие его силу, зависит его развитие как духовного существа. Ребенок достоин войти в Царство Небесное постольку, поскольку его воля пока ни в чем не противопоставлена воле Отца. Пусть каждый человек, развивая свои способности, помнит, что ему не следует терять детскую простоту своего сердца и что свои растущие силы он должен применять в согласии с великой целью Бога, заключающейся в развитии человеческой расы и других рас, составляющих единую большую семью Творца. Ибо он, умножая число своих лет и способностей, растеряет по дороге характерную для ребенка готовность к доверчивому послушанию. Гармония между его разумом и разумом Творца нарушится, и возникшее вследствие этого трение замедлит бег его колесницы, и он начнет отставать, все более отдаляясь от других обитателей Небесного Царства, и в конце концов окажется на его окраинах, а то и у самой границы. Но те, кто не теряет своей детской доверчивости и дополняет ее новыми добродетелями, приобретенными на жизненном пути, не прогрессирует в обратную сторону, но все больше и больше становится детьми Царства Небесного. Так было, например, с Иисусом из Назарета. Будучи сыном своего отца, к отцу он и стремился, и сердце его всегда билось в унисон сердцем отца, что вам давно и хорошо известно из книги о его жизни. Когда он был еще мальчиком, его разум был погружен в размышления о деяниях отца. Уже будучи взрослым, он стал на защиту дома своего отца от мирских страстей эгоцентричных людей. И в Гефсимании он думал только о том, чтобы сохранить единство цели со своим отцом и его волей. Даже на кресте он стремился разглядеть лик своего отца, скрытый от него на мгновение тяжелыми испарениями нижнего мира. Никогда в сердце своем он не переставал стремиться к Богу. И когда плоть его умерла, уже ничто не мешало ему отправиться в обратный путь к своему отцу. В праздник Пасхи он сам возвестил Магдалине о том, куда поведет его путеводная звезда в предстоящем ему небесном странстве. И когда патмасский пророк встретил его в небесном храме, он возвестил ему, что доказал единство воли своей с волей отца. И зато было ему дано право действовать как на земле, так и на небе. И вся власть была отдана ему. Но каждый, кто посмотрит на его краткую земную жизнь, или как мы, рассказывающие вам о нем ныне, встретиться с ним здесь, в высоких сферах, не увидит ливнем ребенка, незапятнанного, но наделенного силой и красотой совершенного человека, увенчанного славой божества. Да, только тот, кто достиг великих высот в царстве отца, способен постичь царство ребенка, его сына.